Здравствуйте! Хоккейная команда Родина выбыла из дальнейшей борьбы за медали Суперлиги Чемпионата России. В ответном четвертьфинальном матче Казанская Динамо на своем поле обыграла наших хоккеистов. Напомню, предыдущая встреча между этими соперниками в Кирове завершилась в ничью 3-3. Родине, чтобы выйти в полуфинал, необходимо было побеждать в Казани динамовцев, либо снова заканчивать матч в ничью, но с более крупным счетом. То, что кировчанам этой цели не достичь, стало ясно в самом начале игры. На второй минуте судьи удалили у нас Олега Пивоварова, на седьмой – Константина Поскребышева, а на десятой – Динамо открывает счет. После игра пошла в равной борьбе, и при счете 4-3 многим показалось, что кировчанам ничто и никто не помешает разобраться с казанской командой. Иллюзии развеялись на 72-й минуте, когда у нас удалили Игоря Ларионова, а еще через 4 минуты на скамейку штрафников отправился Андрей Клобуков. Результат – казанцы забивают пятый мяч. Следует еще одно удаление, на этот раз Дениса Слоутина. И снова гол. Итог – 6-3. Победа казанского «Динамо». За одинаковое нарушение должно быть одинаковое наказание. Если этого нет, то это не хоккей, а это разврат. Вот все, что я хотел сказать. Футболистам кировского «Динамо» тоже не удалось взять «Казань». Правда, у них и задачи такой не было. В столице Татарстана наша команда в рамках подготовки к сезону провела контрольный матч с «Рубином-2». На этих съемках оператора футбольного клуба «Динамо-Киров» наша команда в синей форме. Контрольный матч в «Казани» принес победу «Рубину-2». Все мячи были забиты в первом тайме. Итог 3-0. И повод порадоваться недоброжелателям кировского «Динамо». Хотя счет на табло здесь был не главным. Если мы будем оборачиваться на злопыхателей, то нам нужно играть с заведомо слабыми соперниками и биться за результат в контрольных матчах. Тогда мы не получим нужной информации, и мы будем не готовы к тому, что нас ожидает в сезоне. В этом контрольном матче количество замен не было ограниченным. Поэтому тренеры задействовали всех имеющихся игроков. Сейчас из 22 «Динамовцев» Александр Саитов прикидывает варианты будущего основного состава. В матче с «Рубином-2» тренеру понравились не все новички. Но у футболистов еще есть время, чтобы вписаться в игру «Динамо». Кировская «Динамо» из-за финансовых проблем отстает от своего прошлогоднего графика подготовки. Год назад наша команда в это время уже вернулась из Кисловодска, и за плечами были сыграны четыре контрольных матча. Сейчас пока всего один. Но Александр Саитов оптимизма не теряет. Через неделю в Ярославле «Динамо» компенсирует нехватку игровой практики матчами с шинником и дублем этой команды. Бокс – спорт сильных и мужественных. Не случайно его поддерживает Министерство обороны страны. В субботу, 16 марта, во Дворце единоборств в Парке Победы стартует первенство вооруженных сил России по боксу. Торжественное открытие в 16 часов, а затем сразу же начнутся поединки. Участвуют юниоры Олимпийский резерв России. На сегодня у меня все. Всего доброго и удачных вам выходных.